Без углов Владимир Веленович, доктор химических наук, профессор, руководитель лаборатории Акселепинов Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова Российской Академии Наук. Был нам представлен концентратор информационных полей, который внешне выглядит как лист бумаги голубого цвета с какими-то там надписями и изображениями. Вопрос. Как доказать влияние информационного поля, который нет возможности физически измерить? Для этого существует методика, признанная, так называемый слепой эксперимент, когда с объектом человек, не знающий о его свойствах, работает так, что он их кладет в два контейнера. В данном случае это два конверта. Одинаковые конверты, непрозрачные, помещается в один конверт простой лист бумаги из пачки. Во второй конверт помещается концентратор информационных полей, в данном случае было удобно, поскольку он выглядел как простой лист бумаги. Можно на них сделать надпись 1-2, и потом это отдается другому человеку. Потом просто ему говорят, что вот те два конверта, и есть какое-то свойство, которое можно измерить с помощью какого-то прибора, в данном случае с помощью живых организмов. Живые организмы – понятие слишком широкое. Необходимо было выбрать клетки, наилучшим образом отвечающие целям эксперимента. Это клетки головного мозга, клетки глии, которые трансформированы искусственным химическим способом. С клетками глиома, которую мы выбрали, удобно работать, потому что они фактически выдуваются за сутки, хорошо делятся. И плюс еще люди используют эту линию для того, чтобы искать средства для борьбы с глиомами, которые являются очень агрессивным раком. Но надо учесть, что при работе с живыми системами всегда проблема заключается в том, что каждая клетка отвечает по-разному. И из-за этого получается разброс результатов. Они не получаются такими гомогенными. Если вы берете линейку и измеряете расстояние неподвижного предмета, вы можете быть уверены, что ваши три измерения, скорее всего, совпадут. А если вы работаете с живыми системами, то вряд ли так получится, что все результаты будут в одной точке. Поэтому, чтобы преодолеть эту особенность живых организмов, используют повторы. Мы использовали плашки с 96 луночками, в которых примерно одинаковое количество клеток помещалось. Значит, все 96 лунок фактически служили повторением эксперимента. То есть на каждом конверте фактически было 96 параллельных опытов. Этого мало, потому что, ну, мало ли, как бывает влияние каких-то факторов, которые мы не можем учесть. И для того, чтобы быть уверенными в том, что эффект воспроизводится, необходимо еще повторить не меньше трех раз в разные дни, с тем, чтобы исключить влияние космических и других факторов, которые могут быть. Значит, эти эксперименты были проведены. Это действительно довольно трудоемкие опыты. Несмотря на такое большое количество экспериментов, у нас не было ни одного опыта, в котором не отличались бы клетки, экспонированные на конверте, содержащие концентратор информационных полей, от клеток, экспонированных на конверте с простым листом бумаги. И эта разница была статистически достоверна. Есть соответствующие статистические программы, которые позволяют оценить достоверность получаемых результатов. И несмотря на те разбросы на графиках, которые вы увидели, разница статистически достоверна из-за того, что в обработку был взят очень большой массив данных. Однако достаточно ли оснований считать все это научной сенсацией? Мы можем зафиксировать и понять, что действительно это есть. Потому что информационный мир, он от нас отделен. Мы его не чувствуем так напрямую, как мы чувствуем физический мир, как мы ощущаем. Мы даже не чувствуем кислород, но мы понимаем, когда его не хватает. Мы понимаем, что такое душная комната, и что такое комната, наполненная горным воздухом. Или когда мы выходим на берег океана, мы чувствуем, хотя мы не видим кислород своими глазами. А с информационными полями еще сложнее. Мы никак не можем их ощутить в нормальном состоянии. И для этого либо нужно иметь сверхспособности, которыми обладает, увы, очень немногое количество людей. Либо иметь какие-то устройства, которые могли бы эти информационные поля концентрировать. Не пора ли вскрыть конверт и продемонстрировать, что же представляет собой концентратор информационных полей? Значит, это устройство, концентратор информационных полей, было изобретено, изготовлено, открыто ученым из Санкт-Петербурга, доктором медицинских наук, профессором Сергеем Сергеевичем Коноваловым. Около 20 лет назад он сделал это открытие, что существует средство концентрировать информационные поля в достаточно небольшом объеме. Считается, что концентратор работает на расстоянии 5 метров в обе стороны от его поверхности. И он установил, что с помощью такого концентратора можно помогать больному человеку концентрировать поля вокруг его тела, для того, чтобы помочь ему включить те необходимые механизмы, которые приведут к излечению болезни, в том числе и хронические. Итак, что удалось выяснить ученым в этих экспериментах? Главное, можно зафиксировать присутствие этой таинственной силы, информационной среды, которая не улавливается даже сверхчувствительными физическими приборами. А живые, делящиеся клетки могут быть такими детекторами. Именно они способны почувствовать увеличение плотности информационных полей и ответить на это благотворное воздействие повышением скорости деления. Почему это происходит? Потому что концентрация окружающих Землю информационных полей снижена, и восстановление их нормальной плотности, даже путем однократного воздействия концентратора информационных полей, приводит к восстановлению нормального ритма деления клеток. Не менее важен и второй результат. Восстановление нормальной информационной среды позволяет клеткам на какое-то время обходиться без стимулирующих деления сигнальных молекул. Другими словами, информация может действовать напрямую, ведь и задача сигнальных молекул – переносить информацию.